С самых масштабных инвестиционных проектов региона, куда уництва Светлогорского целлюлозно-кордонного комбината вышел на финишную промою. Прикладный месяц тому распочались опусконаладочные работы. Одночасово от жиха руближайшей вёстки Якимова-Слобода стали поступать скарги на неприемный пах у поветры. По их словах, виной усяму выкиды с новой вытворчасти. Опасения выросли до великих масштабов, некоторые уповненные, что газ неведомого химичного склада погрожает их здоровью. Мы выросли отправиться на предприемство и испытать, какие рыжевые выкидывают с трубы завода атмосферу, и те варто их боятся. Люди воспринимают те испарения, которые здесь есть, за выбросы каких-то дурнопахнущих газов. Это по большому счету не так. Вот то, что мы видим, там парит, вот здесь парит. Это в большей части и есть пар. Пар водяной. Потому что вот с этой стороны, там у нас стоит приспар. Процесс сушки целлюлозы, он и происходит в результате испарения воды из целлюлозной массы. И это на самом деле вода. По куле дуть пусконаладочные работы, проверяется справность кожной системы и кожной линии по особку. По куле не проверить усе, целиком завод не запустить. Процесс зоймы ясчекаля двух тыднев. И вельми важное звено цикла, содорегенерационный котел, призначенный для полных оспаливания специфичных выкидов завода, будет запущено только по завершине этапа проверки. Настоящий содорегенерационный котел, он предназначен для того, чтобы мы все эти дурнопахнущие вещества сожгли в нем до нейтрального состояния. И этих вопросов сняли с повестки дня. Выходит, холодный агрегат, который отказывает за свежесть по ветру, не работает. Однако вытворчность частково запустили. Сдавалось бы, у этого икрыется причина неприемных водородов. А если пахнет, значит, это небезопасно. Логика простая, однако экологи и специалисты санитарной службы только ее и не довирают. Свой контроль за працией завода я не ведут что день. Продопомозе специальных и лабораторных обсталявания. На данный момент контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе осуществляется лабораторией Зонального центра гигиены и эпидемиологии города Светлогорска. И превышение по загрязняющим веществам, по которым они аккредитованы проводить замеры, не было зафиксировано. Ежедневно производится отбор проб на качество состояния атмосферного воздуха в городе Светлогорск. По результатам наблюдения состояние воздуха находится в удовлетворительном состоянии. Показатели не превышают установленных нормативов. И обстановка находится под контролем. Это центральный пульт кирования. Все по опушнему слову техники. За компьютерами замежные специалисты ведущих компаний свету. Белорусские проймают в опыт проходить навучание. По оценке эколога у системы контроля за нормами с усветного уровня. Похвалиться такой могут навод не все европейские предприемства. И у Светлогорска уровень докладности максимальный. По сути, это онлайн-система, которая проводит мониторинг, что секундно. У сего на предприемстве 12 газоочистительных установок. Они работают на всех этапах вытворчего процесса, где махтимы вылучшению атмосферы небеспечных газов. Практично весь вытворчий процесс автоматизованный. Верогодность помылки минимальная. Хочу заверить всех жителей в том, что все вопросы экологической безопасности в проекте предусмотрены. Нашими техническими специалистами на стадии разработки обоснования инвестирования были изучены лучшие доступные технологии в мире по производству данного вида продукции и по данной технологии. Те стандарты европейские, мировые, они на сегодняшний день еще слабее, чем белорусские. Белорусское законодательство в части экологии более жесткое. И все с шаму, при выконании у всех санитарных норм, мясовые жихары скардятся на неприемный пах. Оказывается, справа у тым, что человек, сдольный успромать пах, навод коли у поветра находится одна тысячная миллиграмма химичного речева. А гэта у тысячу разов менее граничные допущальные нормы. Тым не меньш, хай и не шкодный, але у сёж неприемный пах, по словах керавництва завода, часовая незручность. У ближайшие два тыдни пусконаладочные работы на комбинате будут завершены. А значит, сердце завода, якое отказывая за свежесть поветра, забьется у полную моц. Ганна Ковалева, Игорь Марышенко, Телерадо, компания «Гомель», Светлогорский район.